всем привет меня зовут александр рогов и вы на рогов live и сегодня вас ждет супер крутой формат этот формат называется топ 10 сегодня мы с вами поговорим о 10 главных покупках этого сезона часть покупок уже на мне но об этом мы с вами поговорим чуть позже ну а прямо сейчас комментируйте подписывайтесь ставьте лайки подключайтесь без вашей активности во всем этом смысла нет и кстати если вы хотите смотреть мой контент раньше чем все остальные то мы теперь премьеримся на vk видео на несколько дней раньше того как мы заливаем ролики в youtube аплодисменты и мы начинаем сейчас посмотрите анон сегодняшний выпуск и все что вас ждет и потом прям по очереди все вам буду показывать пояснения нужны объяснения важны сумка воробей сумка ежик сумка канарейка от луэва все покончено с моимными сумками берете новогоднюю мишуру пришиваете к своему капюшону от зипки если вы готовы что над вами будут смеяться то этот тренд для вас так там надо делать да ты выйдешь за меня муха иди отсюда тебе что цены интересны мне кажется она когда слышит болинсяга она прилетает интересное то что броняга говно пиджак засаленный здесь темнее здесь светлее здесь какое-то пятнышко появилось и в этом вся суть вы спросите куда в этом ходить а я отвечу да куда хотите если вам кажется что я сошел с ума и отправляюсь на какую-то новогоднюю вечеринку или карнавал вы почти правы жопку мне маленькой живут большой а вот эти клоги ольга андреевна шуранова увела у меня из-под носа а если свитер деда еще и как будто бы поела моль это вообще топчик замшевая курточка инкрустированная камнями 15 тысяч евро ничего издеваетесь и первую покупку сезона мне пришлось ввести сюда на тележке потому что таких покупок в этом сезоне множество и прежде чем я раскрою тайну прежде чем я раскрою вам секрет я вам скажу что в прошлом сезоне мы все с вами говорили и грезили о мемных сумках давайте вам напомню сумка стаканчик от баленсиага сумка туфелька от баленсиага сумка лягушка сумка воробей сумка ёжик сумка канарейка от луэва все покончено с мемными сумками теперь мы с вами будем говорить о мемной обуви вы готовы ну конечно вы готовы куда же вам деваться я вам покажу самую мемную обувь и начну я знаете какой пары с той пары которая как будто бы опередила время мне кажется в эту пару даже уже видели и на ольге шурановой и на машами нагаровой и на всех тех кто смел весел и задорен где она у меня здесь мне кажется вот здесь эта пара давайте с вами вместе коробку откроем эту пару обуви ольга шуранова заказала у байеров и эту пару обуви ольги шурановой ну мне кажется наверное полгода назад привезли да в этой же паре обуви щеголяла маша миногарова и вот такие мемные ботильоны от бренда айуана банкок можно приобрести кстати не задорого о цене поговорим чуть позже и согласитесь эта пара мемная действительно опередила свое время потому что их надо было выпустить сейчас потому что сейчас мне кажется они вообще все взорвали бы но выпущены они были раньше с этим с вами поделать мы ничего не можем вы спросите куда в этом ходить а я отвечу да куда хотите в этом и ходите продолжим покажу вам еще одну пару мне очень она нравится и честно признаюсь я даже себе такие тапки купил бы смотрите в какой шикарной коробке они продаются из белого меха и здесь лежат тапки лапы медведя из того же самого белого меха это бренд bravest studios и я вам хочу сказать следующее на первый взгляд они просто деревянные кажется что они неудобные кажется что это просто обувь для того чтобы поставить на полку но это не так они легкие они пластичные эту пару себе тоже ольга шуранова доцент нашей кафедры приобрела и дала мне примерить но есть небольшой нюанс берите на 12 размера больше и кстати эта пара тоже вполне себе бюджетная но раз у нас с вами сегодня распаковка давайте все это и посмотрим резиновая подошва кстати с антискользящим эффектом внутри внутри мне кажется ну хотя внутри мне кажется вполне себе возможно даже натуральная кожа мех естественно искусственный вот эти коготки по звуку пластиковые но выглядят как металлические а мех достаточно приятный на ощупь и я очень рекомендую себе такие приобрести тем кто любит вызывать восхищенные взгляды вообще почему мне мемные сумки и мемная обувь нравится да потому что это классный повод заговорить то есть это классный повод вступить в диалог с неизвестным или незнакомым вам человек представляете вы видите на улице например девушку или парня в такой обуви но как минимум вы пройдя сделаете комплимент или вас может завязаться беседа а может быть вы друзьями близкими станете представлять самое главное пожалуйста я вас прошу не наряжайтесь в белого медведя то есть мы такую обувь как собственно и эту должны сопроводить чем-то совершенно иным чем-то отличающимся по эстетике то есть например вот такие тапки в виде медвежьих лап я бы замиксовал с каким-то прикольными носками с спортивными штанами с лампасами или с пижамными штанами либо с какими-то шортами кулотами то есть не надо наряжаться в медведя ладно и не надо наряжаться в халка сюда тоже можно добавить если мы говорим про девичий стайлинг например какое-то легкое воздушное платье из сетки а возможно какой-то объемный джемпер или толстовку но при этом с юбкой обязательно то есть вы должны сбавить градус этих вещей понимаете в этом весь смысл мемная вещь должна быть в вашем образе одна договорились договорились конечно продолжим еще одна мемная пара это конечно же сейчас это конечно же кроссовки 10xl от болин сяга предлагаю вам даже в комментариях погадать какого размера кроссовки в моих руках даю вам несколько секунд но наверняка ваше размышление начнутся 45 или 44 размера это сороковой размер и кстати если вы хотите купить себе такие онлайн покупайте на один или даже на два размера меньше вот эти себе заказывал я и с моим сорок первым сорок вторым я в сороковых даже честно слегка плаву очень классные они очень легкие я вспоминаю время когда были запущены кроссовки triple s баленси ага не весили просто каждый по два с половиной килограмма эти супер легкие подошва очень мягкая прям даже могу ее смять и они очень комфортные я не уверен что они комфортные на жаркое лето потому что ноги сильно в них все-таки будут потеть но например на прохладную весну на осень даже на зиму идеально просто очень крутые рекомендую продолжаем покажу вам пару обуви которую я тоже купил наверное даже два сезона назад и честно в моем гардеробе эта пара не прижилась и эта пара ботинки сумки да вы не слышали ботинки сумки от лоэве пожалуйста это форма сумки лоэве которая называется не помните как называется ну который как-то называется вот здесь появится фото этой сумки и посмотрите вместо дна у этой сумки наблюдается подошва и внутри все это закрепляется вот на такой мягкой кожаной перепон очки получается что вы на одну ногу надели сумку и на другую ногу надели сумку но я честно говоря немножко поплыл в стайлинге этой обуви но возможно рано или поздно я их надену просто с такой обувью сложно миксовать брюки или джинсы потому что все это наслаивается получается слишком громоздкой снизу поэтому мне кажется мне нужно купить обязательно например какие-то кюлоты широкие чтобы они были ниже колена и добавлять к этим ботинкам например высокие носки или гольфы такие грубые грубые вязки похожие например на гольфы от бренда сам ксюши смо и будет супер они могут быть контрастными или черными но согласитесь это действительно настоящая стилистическая инвестиция а я сейчас подумал а можно же ходить вот так ну а что у меня есть например клатч туфля баленси ага вот пожалуйста вот вам сумка то есть вот сюда все положили прикол да вот сюда все положили всего же там карандаши пенал карточки и вот пожалуйста носите себе в руке супер все я придумал точно куда-нибудь возьму один из этих ботинков дорогие подписчики и подписчицы давайте поставим выпуск на короткую паузу потому что у меня для вас срочная бьюти новость в честь своего дня рождения мой любимый летуаль дарит классные подарки до конца октября выбирайте товары из предложенного списка и при покупке одной позиции забирайте любую другую бесплатно ссылку на список конечно же вы найдете в описании к этому ролику а по промо коду рогов 10 получаете 300 баллов на карту лояльности вот так интересно получается день рождения у летуаль а подарки магазин дарит нам с вами я лично обожаю такое ну а теперь можно вернуться к выпуску мне не терпится продолжить и вам я знаю не терпится выпуск досмотреть до конца вот потом воспользоваться всеми моими рекомендациями давайте в этом сезоне мемной обуви очень много внимание еще одна мемная пара это вот такие штиблеты с экстремально длинным мысом и с течением времени ну как задумал дэм на гвасале автор этой пары обуви мысы должны вот так еще загнуться и исказиться да будет вот такой эффект обуви маленького мука я вам скажу почему я это купил когда я жил в туле в поселке рассвет и учился в тульском государственном педагогическом университете у меня была практически такая же пара обуви мысы были чуть покороче и я закрыл свой гештальт я решил снова в свой стиль интегрировать такую обувь с длинным мысом вы меня спросите с чем я это буду носить как я буду эти мягкие ботиночки посмотрите они прям гнутся стилизовать я хочу их носить также как было показано в шоу balenciaga с очень широкими спортивными брюками с лампасами такими из парусины либо с очень широкими джинсами трубами чтобы мыс просто слегка торчал честно вам признаюсь носить буду вот это точно в моем гардеробе приживется ну и опять-таки это та самая мемная пара обуви которая соберет комплименты я буду завязывать какие-то новые знакомства сам себя обману в общем никаких не новых знакомств не будет но в ботинках таких свет я буду точно ну и сниматься в них буду еще у меня здесь кое-что это из коллекции ольги шурановой из персональной еще одна мемная пара женской обуви это туфли это туфли мини-маус вот пожалуйста классические лодочки которые как будто бы разбухли я так скажу выглядит это очень прикольно это правда настоящий мем и если вы готовы что над вами будут смеяться то этот тренд и эти покупки точно для вас мемная обувь это супер горячая покупка сезона я отправляюсь за следующей покупкой под аплодисменты вас ждет покупка номер два я подождите куда же я отправился я никуда не отправляюсь мы же должны с вами перейти к презентации которую семь дней семь ночей собирала ольга андреевна шуранова и я вам хочу рассказать где еще мемную обувь можно купить и заодно пройдемся по ценам ну конечно мемная обувь это знак равно бренду а вавав наверняка вы видели показы этого бренда и видели машу миногарову в ботильонах с очень длинными пальцами такую пару купил себе еще и настя мироновой тоже очень прикольно все это обыграло можете посмотреть на то как эти девушки стилизуют неожиданную мемную обувь вам понравится возможно даже кто-то из вас захочет повторить конечно же еще из мемной обуви это снова баленси ага это сапоги трубы у которых нет изгиба для подъема это вот те самые угги на каблуке и такая вариация есть еще и мужская это гигантский гипертрофированные угги и кстати на сайте баленси ага написано что нужно себе такие заказывать на 1 2 размера меньше потому что они идут очень большими естественно мемная обувь равно луэве это и туфли цветы этой туфли которые как будто бы каблуком разбили яйцо это и туфли у которых вместо каблука роза или например кисточка для бритья давайте пройдемся по ценам например кроссовки баленсиага 10xl стоит 1100 евро вот те самые мягкие ботиночки с острым мысом стоят 700 муха иди отсюда тебе что цены интересны и отсюда а вот те самые ботиночки мягкие с острым мысом стоят 750 евро есть еще очень прикольные у баленси ага такие сатиновые тапочки домашние на каблуке выглядят просто чудовищно но это снова мем естественно это мем это про юмор про иронию в моде они стоят 950 евро сапоги трубы стоят две с половиной тысячи евро можно например вам отправиться в к м-20 это один из наших любимых концептуальных магазинов в стране и там например можете приобрести даже не знаю как их описать квадратно нос и ботинки широким голенищем вывернутым наружу стоят они 126 тысяч 800 до мемы вообще-то не дешевое удовольствие очень смешные шлепки массажные есть от бренда дублет тоже в к м-20 стоят 46 тысяч 800 рублей туфли из которых как будто бы сошла краска от бренда от линбер за 49 тысяч 300 рублей и очень классно я их трогал кстати кеды поп курин поп пор курин пар курин кеды пар курин от дублет 64 тысячи 800 стоят они как будто бы с шипами но эти шипы резиновые то есть эта обувь облегченная прикольная классная и необычная вам обещал сказать сколько стоят вот эти лапы медвежьи 110 долларов всего кстати есть еще кстати первый раз слышу об этом бренде в магазине пик продаются мемные босоножки такие дуты с каблуком сердечко за двадцать одну тысячу девятьсот семьдесят рублей со скидкой и есть в розовом и в черном цвете шо сколько стоили вот эти лапы халка ну вот лапы халка стоили около 10 тысяч рублей самое главное найти того самого байера который вам все это привезет я например заказываю вещи у компании который называется пастила очень крутая консьержслужба буквально за два-три дня в москве уже все что я хочу а вот теперь можно хлопать я отправляюсь за покупкой номер два так куда смотреть если вам кажется что я сошел с ума и отправляюсь на какую-то новогоднюю вечеринку или карнавал ну вы почти правы я вам показываю следующую покупку сезона и называется эта покупка очень просто вещь созданная как будто бы из дождя к или из новогодних украшений и на мне практически кутюрная шуба до практически кутюрная шуба что такое кутюр эта вещь созданная вручную в единственном экземпляре эту шубу создала ольга шуранова да поаплодируйте просто ольги видали это очень круто и вам может показаться что я показываю просто какую-то карнавальную вещицу и возможно в какой-то степени на и карнавальная но это правда тренд сезона вот еще одна вещь у меня в руках было прервемся ненадолго с обзором главных покупок сезона и устроим хит-парад блюд от много лосося я предлагаю фэшн мукбанг а вкусно поесть я как вы знаете и как вы видите люблю так у меня уже слюнки текут я вам расскажу что у меня на столе и так здесь пакет с лососем здесь меня суши с лосо всем обожаю здесь гункан с пикантым лососем это у меня филадельфия вот здесь у меня я хотел сказать калифорния но это не california это шоуфор не я об прикольном придумали в общем это california виде шурмы здесь у меня темпуру с тунцом Здесь у меня сэндвичи с лососем, опаленный лосось, внутри вижу манго и ролла с огурцом. Кстати, вы знаете, что палочки перед использованием надо сделать вот так. Вот так. Все, они готовы к применению. Теперь мы добавим немножко васаби в соевый соус. Ой, у меня просто слюнки текут. Начинаем. Ну, конечно, начнем с суши. Ммм. Лосось вкусный. Рис вкусный, свежий. Угу. С огурцом. Ммм. Классика жанра. Свеженький, хорошенький. Ммм. Гунканчик. Ммм. 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 Это вкусно. Силадельфию пробуем. Ммм. Силадельфия топ. Давайте теперь с вами вместе вдарим по шаурфорни. Так, а как это есть вообще? Она не развалится? То есть мы, видимо, берем вот так. И макаем. Ммм. Шаурфорни супер. Кстати, отличное блюдо для тех, кто не умеет есть палочками. Берете вот так в руку. Макаете. Покусайте. Ммм. Ммм. Это супер. Это прикольно. Теперь мы пробуем вот эти опаленые роллы с лососем, угрем и манго. Это должно быть вкусно, мне кажется. Ммм. Ой, это очень вкусно. Протестирую имбирь. Имбирь это тоже важно. Я люблю, когда сладенький чуть-чуть. Ммм. Сладенько. Кстати, пишите в комментариях, как вам такой формат. Формат мукбанга, когда ведущий болтает и ест в кадре. Можно же вообще из этого целое шоу сделать. Я знаю, что из тех, кто любит, когда кляр такой прям серьезный, вот у меня многовато кляра. Но все остальное вкусно. Сэндвич попробуем. Видели бы вы в съемочную группу? Все стоят за кадром и наблюдают за тем, как я ем. Ребят, вам тоже достанется. Так, сэндвич. Ммм. 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 Это вкусно. Вот тут кляр классный. Ммм. И поке пробуем. Лосося тут много. Так. Ммм. 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 Вот это вот с капусткой. Ммм. Ммм. А потом еще раскрывается вот этот апельсин. Ммм. Прикольно. Хорошее блюдо. Кстати, отлично, как перекус. Или такой быстрый обед. Если вы палочкой не имеете, вот это блюдо можно есть вилкой. Так. Обещанный топ-3. Шувурфорни. Топ. Гунканы с лососем. Великолепные. И, наверное, третий, если я должен выбрать, в топ-3, это вот эти опаленные роллы с лососем. Угром и манго. Ммм. Кстати, если вы живете в Москве, Санкт-Петербурге или Ростове-на-Дону, то вы тоже можете попробовать все эти деликатесы и составить свой рейтинг. В много лосося, кстати, вы найдете самые разные блюда. Не только для себя, но и для своих любимых кошачьих. Да-да. Свежие креветки и тунец для котиков. Мррр. Им понравится. Переходите на сайт по ссылке в описании и радуйте себя и своих близких. А на первый заказ по промо-коду ВКУСНО9 вы получите скидку не 9%, а 25%. Приятного аппетита вам, мои любимые модники и модницы. Вам, мои любимые модные обжорки. И вам, моя любимая съемочная группа. Ребята, сейчас будет стоп-мотор, и мы с вами поедим. Ой, вообще, я говорил этот текст, а у меня просто слюнки текли. Ладно, давайте. Все, снято. Продолжайте выпуск смотреть, мы поедим. И заказывайте много лососа. Ням-ням-ням. Покажу сейчас. Это вот такое пальто, как будто бы из дождика. И это пальто моего бренда одежды, который называется Рогов. И не думайте, что это реклама, потому что эти пальто у нас уже давно солд-аут. В общем, просто вам показываю, как вещь может выглядеть в реальной жизни. Это пальто на ощупь даже, как будто бы из дождика. На самом деле, это специальная ткань с люрексом. И, конечно же, стилизуем мы эти вещи так же, как и мемную обувь. То есть мы добавляем сюда либо что-то очень простое и понятное. Ну, конечно, это деним, футболка, какая-то нейтральная спортивная обувь. Либо играем в абсурд. То есть здесь могут быть и те же самые пижамные брюки из хлопка. Здесь может быть и какой-то, не знаю, топ или футболка с надписью, или со стразами, какая-то чудная юбка, какая-то смешная обувь. Выбирайте вы сами. Вы хотите дурить и собирать сложные, непонятные всем комплекты. Либо вы берете сложную вещь и ее упрощаете базовыми, понятными, элегантными, лаконичными вещами. И если вы не верите мне, что я вам рассказываю правду, то, пожалуйста, у меня есть презентация, подготовленная Ольгой Андреевной Шурановой. И мы прямо сейчас с вами вместе пройдемся по брендам, которые вот с этой новогодней мишурой тоже покуражились. Итак, внимание на экран. Это, конечно же, бренд Undercover. Это японский бренд. Мишуру мы там видим повсюду. Это и мишура в виде декора. Например, смотрите, на экране вы сейчас видите базовые джинсы, в боковой шов которых вшита вот та самая новогодняя мишура. Это шарфы из мишуры, это всевозможные детали на верхней одежде из новогодней мишуры. Это правда выглядит очень забавно. То есть это не только новогоднее развлечение. Осенью и зимой, и даже в начале весны вы можете смело носить изделие вот с похожим эффектом новогодней мишуры. А я даже сейчас вспомнил один из первых показов Демны для Баленсиага. И там тоже был такой свитер из мишуры металлизированной с небольшим таким надрезом в районе резинки. Очень красиво тоже это выглядело. И замиксовано было, по-моему, с какой-то плессированной юбкой и моими любимыми сапогами-чулками. Кто еще тут в мишуру поиграл? Английский бренд Sixteen Arlington. Мы с вами здесь видим платье из мишуры, шарфы из мишуры. И, кстати, это может быть и мишура, а, возможно, просто такая пряжа с эффектом люрекса. Anteprima тоже мишура. И смотрите, Anteprima и Sixteen Arlington выбирают мишуру металлизированную. Дрис Ван Ноттен. Очень красивый свитер из зеленой такой мишуры. И посмотрите, как классно застилизовано. Мы сделаем для вас обязательно выпуск топ-10 про стилистические фишки. Здесь на модели вы видите рубашку, надетую задом наперед, такого лавандового оттенка. А сверху свитер из мишуры с широким горлом. Это как раз-таки классный пример, когда мы классическим каким-то изделием, в этом случае это именно рубашка, упрощаем вещь нарядную, праздничную, странную и чудаковатую. Хотел еще пару брендов показать. Ну, конечно, дублет. Дублет обожаю. Дублет вы можете найти в КМ-20 в Москве и в СВ Москва. Они в этом сезоне использовали очень много мишуры, но именно в аксессуарах. И давайте пройдемся по точкам, где можно купить вещи с эффектом новогодней мишуры. Так, что у нас здесь есть? У нас здесь есть бренд Zara. Ну, Zara в стране у нас нет, но можно тоже заказать через байеров. Это топ с эффектом мишуры, 39 долларов он стоит. И, например, такая трикотажная футболка тоже, видимо, с большим количеством люрекса в составе. Очень тоже похожа на вещь в этом тренде. Рекомендую вам сходить в КМ-20. Там есть очень смешная вещь в продаже. Это худи на молнии с капюшоном. Там и капюшон оторочен вот той самой, даже не мишурой, а той самой лентой с торчащими иголочками. Или это и есть мишура? Это и есть мишура. Это и есть мишура, подсказывает мне доцент кафедры Ольга Шуранова. И вот такая зипка стоит 24 400 рублей. Это бренд Crane. Молюсь. Я молюсь. Да, вот такое название у бренда. Еще вы можете найти классную пару обуви с той самой новогодней мишурой. Это Дрис Ван Ноттен за 565 евро. И пройтись, например, по Farfetch. Там есть та самая толстовка от Undercover с элементом в виде новогодней мишуры. И вот классная прикольная находка в КМ-20. Тоже бренд Praying. Вот такие заколочки, которые сделаны как будто бы из подарочных цветочков. Вот такими подарочными цветочками украшают обычно новогоднюю упаковку. Из чего мы делаем вывод. Вы можете купить в магазине для упаковки подарков вот такие подарочные наклейки. Приклеить их на заколки и носить в своих прическах. Представляете, какой полезный я придумал формат. Топ-10. Берете новогоднюю мишуру, пришиваете к своему капюшону от зипки. Носите и кайфуете. Потому что вот та самая зипка Praying с капюшоном и оторочка в виде мишуры. Это и есть мишура. Это реально просто пришитая мишура. Давайте поаплодируем. Я пойду за покупкой номер 3. А я возвращаюсь с покупкой номер 3. И покупка номер 3 это юбка или платье с юбкой силуэта А. Давайте разберемся, что такое силуэт А. Многим из вас может показаться, что это заигрывание с эстетикой 60-х, потому что 60-е это платье силуэта А. Но это короткие мини-платья. Я говорю о юбке силуэта А, чем-то напоминающей юбку в стиле 50-х. То есть это юбка достаточно длинная, ниже колена, обязательно с акцентной талией. Либо это платье с отрезной талией и достаточно широкой, расклешающейся юбкой. Сейчас в моих руках, а вот это уже реклама, сейчас в моих руках юбка от моего бренда. Это юбка Rogoff Shop, но эти юбки тоже уже практически sold out, поэтому такая реклама, знаете, на троечку. Юбка из хлопка с вощеным эффектом. Если вам видно, она как будто бы слегка блестит. И эта юбка производится из ткани специально с мятым эффектом. Это один из трендов сезона мятые ткани. И чем эта юбка хороша? Вот так ее скомкали. Да, безжалостно. Вот так. Положили в чемодан, если куда-то едете. Достали, развернули и сразу надели. Чем больше она мятая, тем лучше. Я на самом деле очень рад, что силуэт таких юбок вернулся в моду, потому что мне очень нравятся 50-е, мне очень нравится женственность. И, конечно же, я остаюсь адептом оверсайза. Но одно из направлений актуальных сейчас – это именно акцентная талия и расклешающаяся юбка. И благодарить мы должны за это знаете кого? Ну, конечно, снова ее, эту женщину, эту женщину-новатора Миу Чупрада. Потому что она вернула эти юбки в моду в показе Миу-Миу этого сезона. Давайте, собственно, его и посмотрим. Вы только посмотрите. Вам сейчас могло причудиться, что я показываю летнюю юбку, потому что она из хлопка. Но именно в шоу Миу-Миу мы увидели хлопковые юбки в сочетании с джемпером, теплым свитером, курткой-паркой, кожаной курткой, косухой или даже пальто тоже силуэта А. Юбка должна быть расклешающаяся. Главная фишка шоу Миу-Миу – это расклешающаяся юбка. Она даже немножко напоминает юбку-баллон. Она вот так подогнута. Это юбка из хлопка или из ткани хлопок напоминающий. И мы видим там абстрактные цветочные рисунки. Юбка такая вам, скорее всего, достаточно быстро надоест, поэтому я рекомендую приобрести юбку все-таки одноцветную. Вы ее сможете интегрировать в большее количество образов. Хочу еще раз обратить внимание на стилистическое сочетание. Это решение взаимодействия нарядной юбки или юбки-баллона или юбки в стиле 50-х с очень повседневной базовой одеждой. Курткой-паркой, пальто, трикотажным джемпером, классической рубашкой. В этом вся суть. И за это стилистическое решение мы уже не мяучу, правда, благодарим. Мы благодарим Лоту Волкову, нашу соотечественницу и одну из ведущих стилисток мира. Конечно же, юбки в стиле 50-х. Это еще и классические бренды. Пожалуйста, Каролина Эрера. Платье с акцентной талией с широкой расклешающейся юбкой. Эта юбка может быть длинной миди, чуть ниже голени. Или может быть юбкой в пол. Но это, конечно, вы понимаете, уже максимально непрактично. Валентино показали юбки силуэта А. Они были в черном цвете и из натуральной кожи, и из хлопка, и из шерсти. И эти юбки очень классно выглядят, если на эту юбку потрачено много тканей. Как на ту самую рекламируемую мной юбку от бренда Рогов. Посмотрите, сколько здесь ткани. На эту юбку уходит около 6 метров. Именно поэтому юбка выглядит так богато. Ну, не потому что она дорого стоит, а просто потому что тут много ткани. Двигаемся дальше. Неожиданно Давид Кама продемонстрировал вот то самое заигрывание с 50-ми. И мы видим здесь и платье с юбкой силуэта А. И такие юбки-баски, которые сочетаются с широкими брюками и кожаными куртками. И мне очень нравится вот это платье, отделанное перьями Марабу, такими богатыми. По подолу. Где купить? Спросите вы. А я отвечу. Давайте пройдемся. Конечно, мы с вами отправляемся в ЦУМ. Но если мы идем в ЦУМ, то мы берем с собой очень много денег. Мы берем с собой сумку денег. Юбка Валентина. 399 тысяч 500 рублей. Юбка Нобл Брюле за 55 тысяч рублей. Юбка Прада. Кстати, юбка Прада есть в ЦУМе за 140 тысяч рублей. Так еще и спереди вот такой кармашек в виде сумки мы видим. 140 тысяч рублей за юбку с кармашком, которая может стать юбкой без кармашка. А кармашек может стать сумкой. И 140 вполне себе удобоваримо. И юбка Марни, кстати, со скидкой 30% в ЦУМе стоит 69 тысяч 650 рублей. Ну, вон, начали с такой большой суммы, а пришли, в принципе, к сравнительно понятной. Я очень рекомендую вам заглянуть в Боск Аутлет. Там можно найти очень много классных позиций. Мне безумно нравится вот эта юбка Марни. Она сейчас стоит 37 тысяч 500 рублей. Мы несколько раз брали ее на мастер-класс. Она классная. Это плотный хлопок на контрастной белой резинке. И мне очень нравится вот здесь такой защип сбоку. Получается, что юбка выглядит не банально. Хотя это, казалось бы, классическая плессировка. И в зеленом цвете. И в цвете пудрово-розовом. Есть юбка от бренда Лордин за 40 тысяч 600 рублей. И еще одна юбка Марни. Но, честно говоря, я не очень люблю сочетание синего и красно-кораллового. Поэтому расскажу вам о том, что эта юбка есть. 33 тысячи 320 рублей она стоит. Если вам это цветовое сочетание близко, то обязательно приобретите. Переходим к масс-маркету. В магазине Лайм можно купить юбку Плиссе из искусственной кожи за 5999 рублей. Юбку Макси из Твила. Вот эта юбка очень классная. За 8999 рублей. И еще есть юбка Макси с открытым срезом. Ткань похожа чем-то на твит. Но я лично эту юбку не видел. Стоит она 14 990 рублей. Ну и вернемся к той юбке, с которой я в кадр влетел. Это юбка Рогов Шоп. Она у нас есть в оранжевом цвете, в белом и в синим. Оранжевая, белая. О, синяя, кстати, распродана. Образец остался. В общем, оранжевая и белая у нас есть. 28 тысяч рублей стоит юбка. И есть еще одна очень классная черная. Чуть дороже за 32 тысячи рублей. Там и ткань другая, более пластичная. Она прям такая танцующая. И я вот так сейчас в ритме танца из кадра выйду, чтобы принести сюда покупку номер 4. Аплодисменты где были? Пояснения нужны? Объяснения важны? Вы хотите услышать подробности? Или достаточно этих двух вещей? Ну, конечно, я говорю о вещах в цвете бордо или в винном цвете. Это просто абсолютный маст хэв этого сезона. Конечно же, за этот цвет мы должны поблагодарить Саббата де Сарно. Это креативный директор бренда Гуччи, который практически застолбил за собой этот оттенок. И, кстати, в день съемки этого выпуска прошел показ Гуччи в Милане, и они снова показали бордовый. То есть когда-то Ботега Венета застолбили за собой травянисто-салатово-зеленый, то вот теперь Гуччи сделали то же самое с бордовым цветом. При этом в руках у меня не сумка Гуччи. Это моя сумка, сумка Келли винтажная, которую я купил несколько лет назад. Я не предполагал о том, что винный цвет будет актуален, но вообще сегодня про эту сумку вспомнил. И мне кажется, вполне она даже вот в этот мой дурацкий дедовский образ вписывается. Вот так делаем и ходим. Кстати, у этой сумки нет ручки, и я обязательно к сумке привяжу несколько галстуков. Это одна из фишек, как галстук нестандартно можно использовать. И у этой сумки появится длинный плечевой ремень, и я смогу использовать ее как более функциональную сумку, потому что в руке таскать, честно говоря, не очень удобно. А вот это как раз-таки вещь из осенне-зимней коллекции Гуччи. Это мужская рубашка, которую продемонстрировал в своей первой коллекции для бренда, тот самый Sabato de Sarno. И я считаю, что это одна из моих удачных дистанционных покупок. Эту рубашку мне привез консьерж. Для меня эту рубашку полностью измеряли в магазине, потому что мне очень сложно дистанционно покупать вещи, потому что я никогда не знаю, как вещь на мне сядет. И мне нужно знать все мерки, в частности, мерку именно от подмышки до подмышки, чтобы я мог понять, эта вещь, насколько будет у меня в обтяжку, потому что, если вы меня знаете хорошо, я вещи в обтяжку не ношу. Но мне не очень нравится. Ну, плюс я к лету опять не похудел, поэтому мне нужно, чтобы вот здесь вот воздух был. Очень классная рубашка. Если у вас есть возможность, и вы хотите купить себе подобную рубашку от Gucci, то скажу, что она правда стоит своих денег. Это очень плотная ткань. Здесь внутри закрыты все швы, нет ни одного шва наружу. Она классно держит форму. И я даже, наверное, сказал бы, что эту рубашку сшили из костюмной ткани. Именно поэтому она мне нравится. Она не прилегает, она не провисает. Ее можно носить в раскрытом виде. У этой рубашки отстегивается полностью воротник. И отстегивается вот эта ленточка. Соответственно, я по большому счету купил три рубашки. Это рубашка без воротничка. Это рубашка с ленточкой. И рубашка с ленточкой и воротничком. Вы меня спросите, отстегивал ли я хоть раз воротничок и ленточку? Я вам отвечу нет. Поэтому купил я три, а ношу все равно одну. Давайте пройдемся по презентации, которую любезно «Семь дней, семь ночей» готовила Ольга Андреевна Шуранова. Давайте ей громко поаплодируем. Ну и, конечно, начнем с того самого... Мы не начнем с него, да? Тут вообще Гуччи нет. Ольга Андреевна Шуранова скипанула Гуччи и правильно сделала. Потому что я вам про Гуччи уже все рассказал. Винный оттенок встречался также в шоу бренда «Сен Лоран». Это платье из прозрачной колготки с трусами того же самого оттенка. И, конечно же, моднее всего сейчас это составление полного винного образа. То есть это и винного цвета обувь, и винные колготки, и винная условно юбка, и винный трикотаж, и винный верхний слой, еще винного цвета аксессуары. Но важно подобрать их по цвету, чтобы они были в одной цветовой гамме и в одной гамме температурности. А если вы хотите эти вещи носить в реальной жизни и не выглядеть уж слишком модно, то, конечно, одной или двух позиций винного цвета будет достаточно. Винный очень классно смотрится с серым, с бежевым, с цветом киви. Вариантов сочетания будет достаточно много. Поэтому не думайте, что это какая-то сезонная новинка, и вы больше эту рубашку или эту сумку не сможете никогда надеть. Сможете? Еще как. Продолжаем. Versace тоже вдарили по красному вину. Бренд Andy Milmeister. Я бы сказал, что это не совсем винный, такой винно-баклажановый оттенок, но он тоже в рамки этого тренда вписывается. Bottega Veneta, аксессуары винного цвета, юбки винного цвета. Все это, естественно, из натуральной кожи высочайшего качества за большие денежки. Американский бренд Kate также вдарил по бордовому. Мы с вами видим в шоу такой классный кожаный плащ с рукавами реглан. Видим мы с вами здесь юбку длинной миди из лаковой кожи в сочетании с топом из такой архитектурной ткани, которая держит форму. И, насколько мне видно, на модели еще и перчатки высокие, оперные, из прозрачной сетки, тоже винного оттенка. Очень красиво вместе. Пожалуйста, винный плюс черный. Пожалуйста, эко-мех, шуба мехом наружу, черная кожа и, например, сатин или шифон или органза в бордовом оттенке. Выглядит все это замечательно. Вы спросите, где купить? А я, конечно, что сделаю, снова отвечу. Итак, идем с вами в ЦУМ. Покупаем жакет винного оттенка от бренда Giuseppe di Morabito за 177 тысяч рублей. Очень красивая, кстати, юбка, похожая на ту, которая только что показывалась из шоу Kate. Бренд я этот не знаю. The Undomain. The Undomain. За 39 тысяч 950 рублей. Кстати, вполне себе цена и кожа натуральная. Эрика Ковалине. Кстати, мне очень нравится этот бренд. В ЦУМе он представлен. Кожаные казаки за 79 тысяч 950 рублей. Трикотаж Mizone Marjola. Такой шерстяной пулловер с короткими рукавчиками за 94 тысячи 600 рублей. В масс-маркете тоже представлены вещи этого оттенка. Конечно же, в Lime. Наши самые передовые. Юбка из искусственной кожи. В пяти, кстати, есть размерах. За 4599 рублей. Классная куртка из кожи Nappa. Из натуральной кожи. Это, видимо, Lime Studio. За 49 тысяч 999 рублей. Не пугайтесь. В Lime Studio действительно достаточно высокие цены. Но и кожа из Амши натуральная, простите. Футболка Пола из пике. 2 тысячи 999 рублей. Очень красивый брючный костюм. Блейзер за 15 тысяч 999 рублей. И брюки за 9 тысяч 999 рублей. Но это лен. А я вам напоминаю, лен поздней осенью, зимой, ранней весной. Лучше не носить достаточно летняя ткань. Но и Рогов Шоп не оставит вас без винного оттенка. И в винном оттенке Рогов Шоп предлагает вам самые носибельные вещи. Это свитшот бордовый 7500. Это зипка с капюшоном бордовая 9600. Ну и, конечно, великолепные тренинги на резиночках 9500 рублей. Сам ношу, сам люблю. И вам рекомендую. Вещи забираю. Несу вам покупку номер 5. Аплодисменты. Я вам принес следующую покупку. Это покупка номер 5. И это... Да, это звук дерева. И это клоги. Конечно, идеальные клоги в идеальном модном мире. Это деревянная подошва, кожаная перемычка и закрепление этой кожаной перемычки при помощи вот таких гвоздиков. В моих руках клоги от бренда Recoens. Представляете, да. Бренд Recoens выпускает клоги. И этим клогам, мне кажется, лет 10. И эти клоги, мне кажется, надевал я раз... Ну, нет, не 10, раза 3. И ходить в них очень сложно, потому что это не гнущаяся деревянная подошва. Как в деревянных клогах ходят люди, я не понимаю. Поэтому, собственно, этими клогами Recoens обладаю, но их не ношу. Брал с собой пару раз на море, но это вообще такая пытка, такое испытание. Но они прикольные. Главные клоги в этом сезоне, конечно же, это клоги от бренда Cloé. Я вам рассказывал уже, что Cloé прям активно в моду вернулись, сменили креативного директора, Чемена Камали, клоги там сделала, и все в этих клогах на показе сидели. В общем, хотите клоги на деревянной подошве, самые модные сейчас, конечно же, у Cloé. Но я уверен, что и бренды масс-маркет сегмента не отстанут. Эти клоги вы сможете найти и в Lime, и где там еще, и еще где-нибудь, и в Magie. В общем, найдете, если захотите. А вот эти клоги Ольга Андреевна Шуранова увела у меня из-под носа. Я за ними шел в КМ-20. А купила их Ольга Андреевна Шуранова. Поэтому я даже коробку открывать не буду, показывать не стану. Ладно, покажу. Это коробка от бренда... Ой, вот так. Это коробка бренда Driss Van Noten. Очень красивая. Так там надо делать, да? И здесь лежат великолепные клоги. Меховые. Какая Ольга Андреевна Шуранова молодец. У меня все дома валяется, без пыльников, все вообще. Ой, Ольги, все в коробочке, все с пыльниками, все с бумажечками. Вы посмотрите на них. Видали? Просто. Вот эти клоги реально удобные. Но, насколько я понял, Ольга Андреевна мне нашептала, их тоже надо брать больше. Потому что вот эти 42-го размера, и мне они впритык с моим 41-м. То есть, если у вас мужской 41-й, берите мужской 43-й. И, кстати, это мужская коллекция. Они у Driss Van Noten есть в черном мехе пони, они есть в рыжем цвете, они есть, по-моему, из фетра, из ткани, просто из кожи. Но вот эти черные просто супер. Очень классные, очень рекомендую. И давайте перейдем к презентации, посмотрим, где клоги еще встречались и что, почем. Ну, я не дену вас никуда от информации про клоги Balenciaga. Все их наверняка видели, помнят, и все над ними неоднократно ржали. Это клоги, которые напоминают амстердамские деревянные башмачки практически идентичной формы. Они печатаются на 3D-принтере. Есть в лаковой резине, есть в стразах, есть в камнях, есть с эффектом дерева. Вот те самые клоги деревянные, про которые я говорил, от бренда Клоэ. Деревянная подошва, кожаная перемычка. Клоги также выпускает еще бренд Hermes. Можете к ним присмотреться, если есть бюджет. Вот клоги меховые от Дрис Ван Ноттен, которые я вам показывал. Это мужское шоу, над которым работал еще сам Дрис Ван Ноттен. То есть он имеет непосредственное отношение к этим меховым клогам. Прикольные клоги выпустил бренд Y-Project в коллаборации с Мелисса. Бренд Мелисса – это бренд, который выпускает резиновую обувь. У вас наверняка в детстве у кого-то были мыльницы. У кого были? Вот, Альберт, у тебя были мыльницы? Чего ты врешь? В них девочки ходили. Вот у Альберта не было мыльниц. Ольга Андреевна, у вас были мыльницы? Вот, Ольга Андреевна, были мыльницы. Так вот, бренд Мелисса выпускает как будто бы мыльницы. И вот, видя мыльниц, в коллаборации с Y-Project были выпущены вот такие клоги резиновые. Очень забавные, кстати, смешные. Пройдемся по ценам. Итак, клоги Клоэ стоят 1090 евро. В черном цвете столько же. Клоги, напечатанные на 3D принтере, так называемые техно-клоги для техно-кобр от Боленсиаго стоят 895 евро. Эта любознательная муха снова прилетела. Мне кажется, она когда слышит Боленсиаго, она прилетает. Интересно, это то, что Боленсиаго говно? Или почему? Муха, давай отсюда. Техно-клоги в стразах, внимание, стоят 6900 евро. У меня есть знакомая, которая их купила, и в первый день носки стразы по бокам оторвались. Спасибо, Дэнна, за наш стресс. Мелисса и Y-Project стоят 38600 евро. В КМ-20 есть черный цвет, есть прозрачный. Есть очень смешные клоги Коперни, тоже в КМ-20. Вообще, я считаю, что КМ-20 сейчас самые передовые, привозят самые странные чудаковатые вещи. И нам, модникам, это нравится. Такие клоги там стоят 76400. И есть клоги от бренда Prane, от того самого, который придумал зипку с мишурой по капюшону, стоят 18600 рублей. Меховые клоги Driss Van Otten, похожи на чебурашку, есть в ЦУМе, и они стоят 87750 рублей. Клоги Аньона, это итальянский бренд, вы можете купить в магазине «Слепая курица», практически вслепую, за 62200 рублей. И еще один вариант тоже от этого же бренда за 65950 рублей. В общем, даешь клоги в массу. Ну, если у вас просто нет нормальных ботинок, лучше сначала нормальные ботинки купить, честно. Кроссовки белые, ботинки, не знаю, чопперы, если хотите, сапожки в стиле 70-х, потом уже по клогам можно вдарить. Покупка номер 6. Все это время была на мне. Это, конечно же, треники. На мне главные треники этого сезона. Зеленые от бренда «Лоэве». Че почем? Расскажу чуть позже. В моих руках еще две крутейшие мои покупки. Это треники от бренда «Баленсиага» в коллаборации с «Адидас». Их я купил сразу, как только коллаборация вышла. Они мне так понравились, что они квадратные, чуть укороченные. Но они на мне такие, потому что я купил себе размер «С». То есть вот это «С». Потом я гонялся еще за одной парой таких треников в черном цвете. Нашел их в итоге на «Фарфэч». Я не помню, за сколько. Ну, в общем, за сколько-то. Без скидок. И теперь у меня есть синий и черный. А вот эти треники – это просто находка сезона. Это треники. Они уже не из такой эластичной ткани, они из футера с начесом небольшим. Но это не флис. Но при этом он… Ой, я только что увидел. Он не петельчатый, хотя я не люблю не петельчатый футер. Это треники «Мартин Роуз». Я их купил в ЦУМе на распродаже за 25 тысяч рублей. Черные. С небольшим расклешением и с отрезанной частью. Видите? То есть они супердлинные. Они расклешенные. Они накидываются, прям набрасываются на обувь. И для того, чтобы вот эта часть не попадала под каблук, здесь просто вот такой полукруглый вырез. Представляете, какие затейники? Если у вас тоже есть удлиненные какие-то треники, которые валандуются по полу, вот сделайте то же самое. Просто отрежьте вот такой полукруг. Будет выглядеть отлично. Я люблю эти треники носить с ботинками «Мартин Роуз» зелеными, с удлиненным квадратным мысом, с какими-то объемными кроссовками. Вот с этим самым «Баленсиаго 10XL». Эти треники смотрятся очень круто. И тоже маленький секретик. Если вы захотите их купить, покупайте в самом маленьком размере. У меня «Эска». Я примерил «Эксель», и они были слишком большими, и не было видно вот этого расклешения. А мне хотелось, чтобы они вот здесь на ноге были именно узкие, а к низу расклешались. Купил «Эску». Жопка у меня маленькая, живот большой. Давайте теперь перейдем к тому, в шоу каких брендов вот те самые треники встречались. Ну, я вам уже, на самом деле, все рассказал. Но к презентации, которая Ольга Андреевна Шуранова готовила 7 дней, 7 ночей, я все-таки перейду. Найду ее сначала, она у меня куда-то делась. А вот она. И, конечно же, вам сообщу, что вот такие треники были представлены Джей В. Андерсоном в шоу для бренда «Лоэве». Они там были в зеленом цвете, который я для себя и выбрал. Они там есть еще в черном и в красном оттенке. Сочетались они на шоу с похожим на мой джемпер. Но мы о таком джемпере поговорим еще чуть позже. Небольшой спойлер. Так вот, на показе они были чуть шире и с более низкой мотней. И я хотел такие. Но когда я обратился в магазин, мне сказали, что эти треники были выпущены для шоу. И для продажи они, к сожалению, будут упрощены. Их, собственно, и упростили. Мотня не такая низкая, брючины не такие широкие. Ну, знаете, я довольствовался тем, что мне «Лоэве» послал. И самые классные треники, которых в моей коллекции тоже достаточное количество, это треники от бренда Balenciaga. Я сейчас не про коллаборацию с Adidas, я именно про треники Balenciaga. Они супер широкие, супер огромные, супер объемные. И, кстати, если вы тоже себе хотите треники от Adidas, спортивные штаны от Adidas, знайте, они большие мерки. Я на себя покупаю иногда M-ку или L-ку. Хотя у других брендов обычно приобретаю XL или 2 XL. По ценам, внимание, похожие треники можно найти в магазинах масс-маркет-сегмента. 3999 рублей в Lime, 3999 рублей в белом цвете, в коричневом с лампасами за 4999 рублей. И очень классные синие, похожие как раз-таки на «Лоэве», которые сейчас на мне, за 4999 рублей. В КМ-20 есть треники «Дублет», очень прикольные, за 62600 рублей. Это уже сегмент дороже. Великолепные плюшевые от бренда «Касабланка» за 86800 рублей. И снова от «Касабланка» за 68600 из «Футер», насколько я понимаю. Но вполне вероятно, они маломерки. Сразу предупреждаю. Ну и перейдем к «Лоэве». Сколько стоят треники от «Лоэве», надетые на мне эти треники, стоят 780 евро. И я к ним купил еще и вот эти белые носки, как на картинке, и вот эти белые... А как называются они? Скейтерские тапочки. Ну, так и назовем их. Скейтерские тапочки. И даже вот этот джемпер себе я заказал. Ну, джемпер такой маленький, я в него не влез. Мне, к сожалению, пришлось его вернуть. В черном цвете стоит тоже 780 евро. В красном цвете тоже 780 евро. А вот эти ботиночки, про которые я вам сказал, замшевые на белой подошве, красятся. То есть они изгадили все носки от бренда «Лоэва». А носки от бренда «Лоэва», знаете, тоже развлечение недешевое. 8 тысяч рублей за них отдал, и в первую носку они полностью покрасились в черный. Вот такая грустная концовка презентации покупки номер 6. Треники забираю. Иду за покупкой номер 7. Ю-ху! Я пришел с покупкой номер 7. И мне кажется, самая крутая и в какой-то степени мемная покупка номер 7 находится в этой коробке. Это коробка бренда «Марланд Бакус». Ну и, как вы понимаете, если вещь в коробке, это значит, что ее купил себе Ольга Андреевна Шуранова. Потому что если бы эту вещь купил я, то коробки бы уже в моих руках не было. И покупка номер 7 этого сезона – это гипертрофированное, гигантское украшение. Готовы увидеть, что в этой коробке? Открываю. А, подождите. Вообще, не уронить бы. Так. Как приятно. Ну, модницы, держитесь. Это ожерелье в виде гигантского помолвочного кольца. За этим ожерельем все гоняются. Видали? Выходи за меня. Выходи за меня. Ты выйдешь за меня? Представляете? Это идея, лежащая на поверхности. Это идея в стиле Мартана Марджела. Просто возьми помолвочное кольцо, увеличь. Муха. Увеличь его во сколько? Раз в 20. И у тебя получится вот такое мемное ожерелье, за которым все будут гоняться. Давайте посмотрим, как это все работает. Все очень просто. Здесь магнитная застежка. И все это надевается на шею. Но моя шея такая же, как мой живот, поэтому мне все это будет маловато. Но я примерю. А еще вот здесь вот кожа может случайно попасть. Сейчас, подождите. Ой. Во. То есть, если я буду говорить вот так и не буду напрягать свою шею, то в целом выглядит прикольно. Прикольно, согласитесь? Это очень красиво. Мне очень нравится эта вещь. И мы сейчас Ольге Андреевне спросим, сколько это стоило. Сколько это стоило? То есть к тебе пришли и сказали. Ольга. Правда, вот так было? Ольга Андреевна говорит, что это украшение стоит около 50 тысяч рублей. Выглядит значительно дороже. Увесистое. Прямо реально такое серьезное. И такое ожерелье может быть либо главным акцентом в вашем образе, либо вы к этому ожерелью можете добавить еще обвесы, еще бусы, еще какие-то ожерелья. Будет смотреться очень круто. И опять-таки, либо делаем акцент на нем, какое-то простое элегантное платье добавляем, туфли и вечернюю сумочку, либо интегрируем такое ожерелье в повседневный образ с трикотажем, с пижамными штанами, с какими-то расхлябанными джинсами, с кроссовками. Это будет выглядеть отлично. Ну и к тому же это самый большой бриллиант, который сейчас можно найти в нашей стране, а может быть даже и в мире. Ей просто Ольга Андреевна не знает о том, что это настоящий бриллиант. Она думает, что это пластик. Но это бриллиант. Давайте пройдемся по массивным ожерельям, которые, вообще по массивным украшениям, которые были встречены нами в модных шоу или у модных брендов, или в каких-то классных интересных подборках. Итак, ну конечно, мастера вот таких объемных обвесов, это скьепарелли, серьги, украшения в виде глаз, в виде губ, в виде носов, в виде каких-то неведомых зверушек. Все это скьепарелли. И, как ни странно, все это можно купить. Можно купить, например, если вы отправитесь прямо сейчас в Париж, на пляс Ван Дом, зайдете в бутик скьепарелли, и вам, кстати, все это могут продать. Потому что скьепарелли есть не только линия кутюр, есть еще и линия протопорте. Следующий бренд, который обожает массивные украшения, это бренд Бальман. Вы только посмотрите на этот обвес в виде гроздев винограда, в виде ягод. Я сейчас нахваливаю, на самом деле, что-то старый достаточно выглядит. Но массивные украшения смотрятся реально здорово. Одни акцентные серьги это достаточный элемент для того, чтобы ваш образ был таким многослойным, в хорошем, спаси слова, тяжелым. Вот, собственно, украшение от бренда Марлан Бакс. Как на шее все это смотрится. Ну, конечно, это украшение для девочек. А у меня, кстати, есть в коллекции украшение от бренда Вэтмо. Это серьга мужская в виде помолочного кольца, а вторая серьга в виде кольца... В виде кольца... Да иди ты отсюда! В виде... В виде просто кольца. В виде кольца. Где купить? Пройдемся. Бренд Лайм предлагает нам массивные украшения. Очень классные, литые серьги за 1599 рублей. Классный, литой, абстрактный браслет за 1599 рублей. Вот, Марланд Бакс в золоте есть и есть в серебре. В золоте 395 долларов, в серебре 385 долларов. Конечно же, в Poison Drop вы можете найти подборку массивных украшений. Алексис Бетар за 52700, Наталья Лако за 29900 в виде змей. Кстати, мы в подборке и во время обзора в Poison Drop эти украшения показывали. Анесса Барони за 37500, Moschino за 71500. Очень классный браслет с буквами. И украшение Moschino за 71500 рублей. Оно у нас здесь есть. Я, видимо, вам его сейчас и принесу показать. А зачем нести? Мы так покажем. Вы посмотрите. Это тоже из Poison Drop. Классное украшение. Это тканевая основа. И на ткань уже нашиваются бусины, кристаллы. Выглядит шикарно. Тоже рекомендую носить с трикотажем, с какими-то простыми базовыми вещами. Вот даже в Poison Drop застилизовано как раз это украшение с каким-то серым бомбером на молнии. О, тоже Poison Drop. Moschino за 17780. Шикарные объемные серьги. Moschino за 69000 рублей. Шикарный такой массивный браслет. Wild Horn. Классный, кстати, бренд. У меня есть кольца от бренда Wild Horn. Тоже представлен этот бренд и в Poison Drop, и на персональном сайте марки 58700. Вот еще есть классное кольцо с объемным цветком от бренда Roybermat. Это кольцо называется Fagus. стоит 33600. Можно купить либо на Poison Drop, либо в шоуруме Wild Horn. И классное кольцо, которое и я ношу, и Ольга Андреевна Шуранова. Такое литое, пухлое кольцо от бренда Roybermat за 39800 рублей. Ну что, я пойду аккуратненько все это уберу в коробочку, чтобы Ольга Андреевна не волновалась, и принесу покупку номер 8. Ну как вы там у экрана? Ну как вы там с телефончиками? Не устали? Ну, я знаю, что не устали, знаю, что вы любите шмоточки. Итак, покупка номер 8 это натуральная замша. И я хотел бы говорить именно о натуральной замше, потому что вот это ощущение от материала искусственная замша не передает. Она выглядит как натуральная, но на ощупь совсем другая, поэтому натуральная замша песочных или природных оттенков. Давайте я вам покажу покупки, которые хочу продемонстрировать, а потом вернемся уже к модным показам, ну и к наводочкам, где все это можно приобрести. Начнем мы с великолепного замшевого жакета от бренда Lime. Ну хорош, но он реально крутой. Цена не низкая, сразу предупреждаю, это Lime Studio. Этот жакет стоит 49999 рублей, но поверьте мне, качество, выделка великолепные. Это аналог жакета Миу-Миу или Прада, и вот жакет Миу-Миу или Прада стоит, знаете, столько, что нам не надо. А вот Lime за 50 тысяч рублей как инвестицию купить точно можно. Великолепный. И вот к такому жакету нужно обязательно купить серый нейтральный джемпер, юбку силуэта А, она может быть темно-синей, оранжевой или белой, или вот той самой с каким-то абстрактным цветочным узором. Грубые ботинки и вы самая модная девушка этой осенью. И сумку-буханку, конечно же, замшевую или из натуральной кожи. Великолепный жакет. Еще одна покупка. Я страдаю, что в Lime нет больших размеров. Я бы сам себе вот такие замшевые штаны купил, но, к сожалению, влезть в них я при всем желании, даже если похудею к лету, не смогу. Идеальные. Шикарная средняя посадка, небольшое заужение к низу и натуральная замша. За основу взяты классические пятикарманные джинсы. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. Я вас никогда не обманываю. И сейчас до вас всех хочу донести важную мысль. Да, замша это непрактично, потому что, конечно же, замша это не натуральная лощеная кожа, замша будет затираться и состариваться. И это нормально. И именно это круто. Чем сильнее засалятся и состарятся эти джинсы замшевые или этот замшевый жакет, тем будет круче. И сейчас вам хочу привести пример. Я купил в Париже себе вот такие замшевые таби. И не знаю, видно ли вам на экране, но они уже засаленные. Видите? Вот здесь все засалилось, здесь они темнее, здесь светлее, и они такими были. То есть я их покупал уже засаленными. И вот так в итоге светлая замшевая вещь и должна выглядеть. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь состаренного эффекта. В этом же на самом деле вся соль вещь вместе с вами. Но если хотите, живет, взрослеет. И это ваша вещь. эффект на светлой замши будет. И хочу вам показать мой личный костюм, который когда-то был личным костюмом Филиппа Киркорова. Этот замшевый костюм Гуччи я купил на его распродаже на Оскелле, где достаточно часто сам делаю покупки у других продавцов, либо сам там же свой гардероб разгружаю. И вот вы видите замшевый костюм, который тоже засалился. Видите? Пиджак засаленный, здесь темнее, здесь светлее, здесь какое-то пятнышко появилось. И в этом вся суть. И брюки такие же. Вот замшевые брюки. Здесь чуть заносилось, на коленке чуть затерлось. Это выглядит красиво. И вот я честно говорю, хочу себе вот такие замшевые брюки. Носить их хочу вот с этими замшевыми прекрасными таби. И вы посмотрите, как это круто выглядит. Вот. Я требую лайм, пожалуйста, сшейте для меня вот такие замшевые брюки 5XL. Ну, пожалуйста. Ну, вы же смотрите наши обзоры. Ну, Ну, топ-10 же некоммерческий обзор. Благодарите меня замшевыми брюками. Вот я вам даже прототип пришлю. Вот. Вот такого размера. Ну, что вам стоит? Очень хочу. Давайте по показам прошвырнемся. Ну, еще одна замшевая вещь, важнейшая в этом сезоне, все это время была на моих ногах. Гляньте. самые замшевые, я даже не знаю, что это за модель, казаки-чоперы от Лоэве. Привезли мне их недавно из Парижа. И, конечно, здесь особенно хорош именно вот этот эффект пушистой замши. Мне они очень нравятся. И тоже совет тем, кто хочет, возможно, заказать себе эту пару обуви от Лоэве. Знаете, они маломерки. Я с моим сорок первым купил себе сорок третий. Но теоретически два размера больше, даже не задумываясь. Итак, замшевые вещи. Как я и говорил, миу-миу, замшевые куртки со старинным социальным эффектом, замшевые юбки, замшевые платья, замшевые жакеты. Ботега Венета от миу-миу не отставали весь сезон. Замшевая юбка в сочетании с очень красивым молочным джемпером. Замшевая куртка-рубашка с кожаными брюками. Обратите внимание, да, кожа сочетается с замшей. Это выглядит здорово. Но здесь классно смотрится именно рыжая куртка в виде рубашки, черные. Муха, мы говорим об отеге Венета, не об Оленсиаге. Ты ослышалась? Хотя сказать, что классно смотрится, что брюки коричневые, они на самом деле черные. Черные кожаные брюки, рыжая рубашка и черная кожаная сумка. Очень хорошо. Вот еще у отега Венета есть замшевый бомбер мужской. Я такой с удовольствием его себе купил. Замшевая юбка с замшевыми брюками. Кстати, тоже супер фишка. Но достаточно жарко будет, вы понимаете, в помещении. Вы, конечно, можете спреть. Гуччи и замша. То есть гуччи не только бордовый цвет, это еще и замша. Курточки в стиле 60-х похожи немножко на куртки рабочего. Пиджачки, жакеты в стиле 70-х. Очень классно замша смотрится с денимом и с какими-то летящими фактурами, текстурами. Лоэве, о чем я, собственно, уже сказал. Замшевые лоферы, замшевые ботинки, замшевые... Я в Лоэве вижу их. Все, я их хочу. Замшевые брюки Лоэве. Но я боюсь представить, сколько они будут стоить. Замшевые брюки Лоэве будут стоить тысяч 6 евро. Я их хочу, но не буду. Это очень дорого. Склейка, я стою в брюках Лоэве, которых заказал. Переходим к масс-маркету, но, к сожалению, не самому бюджетному. Вот тот самый Lime Studio. Жакетик укороченный от этих брюк имеется за 39 тысяч 999 рублей. Мы показывали его во время шоппинг-влога из обзора Lime на Кузнецком мосту. Брюки вот эти замшевые стоят 39 тысяч 999 рублей. Очень красивая есть юбка миди из замша шоколадного оттенка. Просто 29 999. Жилет есть в стиле 60-х 19 999. Вау, в Lime так много замшевых вещей. Замшевый жакет 49,999. Замшевые классные широкие брюки 39,99 0. Цены в Miu Miu, конечно, кусаются. Замшевая курточка инкрустированная камнями 15 тысяч евро. Представляете? Замшевая укороченная курточка 16 тысяч евро. Вы чё, издеваетесь? замшевая пальтишко ну ладно без камней 4 300 евро прикиньте замшевая юбка 2650 евро и практически идентичная и я не удивлю что по качеству даже лучше в лайм стоит 29 тысяч рублей а сейчас узнаем сколько стоили вот эти мои ботинки 1200 евро я за них отдал есть еще классные замшевые похожие немножко на тимберленды от луэва за 1000 евро но кстати можете купить себе рыжие тимберленды если у вас их нет они в этом сезоне будут действительно достаточно громко звучать и есть еще замшевые лоферы с очень красивым мысом таким закругленным тоже в луэва за 750 евро а если вы хотите из похожей замши как у меня вот эти луэва можете купить мужские ботинки в лайме с таким же практически эффектом и замша на ощупь от луэва вообще не отличается ну мыс чуть-чуть другой менее модный но на девочках вот эта пара и из мужского отдела лайм смотрится классно продолжаем и покупка номер девять только что прилетела в это кресло давайте ей поаплодируем но и покупка номер девять все это время была на мне итак покупка номер девять этого сезона это свитер деда а если свитер деда еще и как будто бы поела моль это вообще топчик что сейчас на мне на мне джемпер не свитер джемпер деда от бренда balenciaga мне он очень нравился когда он только вышел это была коллекция про конец света это была коллекция которая была представлена брендом в виде компьютерной игры возможно помните вот те самые рыцарские латы и вот этот джемпер оттуда я его тогда не купил потому что носить не буду очень грезил об этом джемпере и в итоге нашел его на оскелли в коллекции настюшки ивлеевой то есть этот джемпер когда-то принадлежал настюшки теперь принадлежит мне и купил его кстати за какие-то смешные деньги по сравнению с тем за сколько вы купил бы у бренда balenciaga в момент когда коллекция только вышла и еще одна важнейшая вещица сезона это кардиган деда который тоже как будто бы где вы там ну вот вы там все который тоже как будто бы поела моль этот кардиган просто шикарно я его обожаю этот кардиган я купил в к м20 это кардиган бренда дублет он как бы вам описать он такой плотной вязки это даже не кардиган а это какая-то куртка очень плотно и на ощупь это очень приятно и я вам скажу так что в этом кардигане очень приятно ощущается если можно так выразить я вот на днях в нем ходил гулять мне так приятно ощущалось честно вам признаюсь и он как раз тем самым деконструированным немножко разрушенным эффектом и конечно же кардиган с временем будет еще больше деконструироваться это даже здесь указано на бирке что пожалуйста обратите внимание что весь будет состариваться дырок будет больше зацепки на нем тоже появится ничего страшного вас любим команда дублет он стоит в к м20 если они еще вообще остались 120 тысяч рублей примерно давайте пройдемся по показам но здесь далеко ходить не надо трендсеттер этого сезона это конечно лоэве и вот собственно те самые спортивные брюки с лампасами на шоу и были представлены с теми самыми кардиганами джемпер очками свитар очками жилеточками деда но они реально маленькие то есть это просто максимально куц и размеры и даже 2xl будет вот таким то есть это даже не кардиган или джемпер деда это детский джемпер или детский кардиган алоэ вы очень прям компактные кардиганчики джемпер очки и свитер очки выпустили вот собственно тот самый джемпер как на мне в шоу balenciaga ой так не тела ты нравится и нашел кстати вот эти латы на грейл то они стоят 20 тысяч долларов вставлять что за 20 тысяч долларов не очень надо вот шоу дублет и мы с вами видим как раз таки как застилизован был этот кардиган деда в шоу дублет это кожаные брюки это шипованные кеды кстати которые мы отнесли к так называемой мемной обуви серая толстовка и сверху объемный кардиган боже как ему жарко было во время показа сколько стоит джемпер деда в луэве боже мой 2800 евро но это кашемир есть варианты подешевле 850 евро это уже просто трикотаж это шерсть и 850 евро тоже из шерсти такой вот джемпер пола кардиган дублет я вас не обманул а я вас обманул стоит 108 тысяч рублей в к м20 не 120 и есть жилет тоже очень классный кстати за 74 тысячи 600 а если вы не хотите тратить большие деньги а при этом быть в моде быть в тренде пожалуйста идите секонд-хенд можно в секонд-хенде найти практически в таком же состоянии джемпер если вы не зависите как я от брендов то у вас будет классная находка вообще за 150 рублей 200 грамм либо можно пойти на авито можно например попробовать отыскать себе винтажный джемпер я помню в моем детстве такие были такой джемпер с похожим рисунком с вышивкой бойс так что если хотите быть супер модными купите именно его но в хорошем состоянии практически невозможно найти сказал я в джемпере поеденном молью и еще ольга андреевна шуранова нам нашла шотландский джемпер в магазине irish wool irish wool.ru за 21 тысячу 500 рублей кстати очень симпатичный дизайн там же есть прикольный кардиган пожалуйста вот уже нормальные цены 24 тысячи рублей и вот такой джемпер деда тоже в магазине irish wool.ru за 22 тысячи рублей от xs до 2xl интересно 2xl там реально 2xl или это 2xl как будто бы l в общем если вдруг будете заказывать и получите в комментариях напишите какие там по объему вещи или на сайте наверняка можно зайти в рубрику размеры и там будут объемы если их нет irish wool обязательно добавьте пожалуйста а мы переходим к 10 покупки а прям в ней сюда и выйду и это покупка сезона номер десять вам надо говорить как эта покупка сезона называется ну конечно называется просто ле о пар до ва я ш у б а леопардовая шуба на мне гигантская объемная сразу скажу достаточно тяжелая шуба от моего бренда это бренд рогов это подиумный образец на самом деле мы их выпустим совсем немного поэтому если вы такой же не похудевший к лету как я высокий человек то вам может эта шуба подойти на мне размер xl и мы выпустим еще sm она будет достаточно компактной в руках у меня еще и вот такой шарф объемный который можно добавить к этой шубе и я мне кажется даже так буду зимой ходить это прикольно выглядит шоу горает сидит в общем я так буду ходить зимой сразу перед вами всеми извиняюсь либо буду честно вам признаюсь отдельно носить вот этот леопардовый шарф он классный достаточно тяжелый и круто будет смотреться и с какой-то объемной курткой бомбером и из классическим классического у меня нет с объемным черным или серым даже пальто цену я пока не знаю поэтому тоже рекламой это назвать не могу но вполне вероятно на момент выхода этого обзора у нас уже случился наш модный показ и вы в нашем модном показе на парнях моделях эту шубу уже увидели леопардовая шуба конечно же это не просто покупка сезона это в принципе вневременной тренд вспомните только кейт мост который обожает леопардовую шубу и в ее случае это не гигантская шуба халат а это такая компактная маленькая подстреленная шуба либо из эко меха либо из меха крашеного под леопарда и давайте больше так жарко и давайте и давайте перейдем презентации которую 7 дней 7 ночей напомню вам ольга андреевна шуранова для нас с вами готовила в каких шоу леопардовая шуба встречалась из актуальных это louis vuitton louis vuitton конечно же но эта шуба даже не с леопардовым узором а скорее с таким гротескным гипертрофированным абстрактным узором похожим на леопард очень классно эта шуба выглядит кстати вот та самая куция подстреленная шуба в стиле кейт мост в шоу balenciaga pre fall 24 пока состоялся в лос-анджелесе ferragamo показали практически такую же шубу интересно кстати натуральный это мех или нет и в боже это очень смешно есть такой бренд puppets and puppets а вот пожалуйста в лукбуке этого бренда в очень прикольной стилизации мы видим леопардовую шубу и более классическая стилизация с гиперовыми колготками встреч на нами в лукбуке бренда ernest w baker ernest you are cool продолжаем киф показали собственно мужскую леопардовую шубу ну какая дурацкая она какая-то короткая подстреленная еще костюм слишком узким так себе я бы как-то по-другому как по-другому эту шубу обыграл кристиан кован о боже он ужасный но шуба прикольная ганни продемонстрировали нам укороченную шубку в стиле 60-х number 21 или номера венту но это даже не леопардовая шуба а пальто пальто из шерсти с ворсом и на пальто нанесен леопардовый узор а вот это очень классно бренд шримс креветки леопардовая шуба она практически как из секонд-хенда и вы кстати можете в секонд-хенде леопардовую шубу себе поискать но не забудьте сдать фильм чистку вонять будет знатно и можно например леопардовый шубе вот такой абсурдный как у бренда шримс пришить еще специально пуговицы каким-то кристаллами чтобы знаете вот если трошить так трошить еще и с юбкой в клетку надеть и с носками как у королевы елизаветы где купить спросите вы и я отвечу и так на ламода зарина представляет свою версию леопардовая шуба кстати классно реально прикольно горит не потому что у нас коллаборация сейчас с зариной была правда прикольно за 9000 рублей на ламоде можно купить шубу от бренда российского вера якумова с небольшой скидкой за 39 200 рублей на ламоде есть шуба пинко кстати эта шуба похожа на шубу кейт мос стоит шуба пинко 83 тысячи рублей и на rug of shop можно купить вот эту шубу цена не указано потому что мы на данный момент цену не знаем ну и конечно же из натурального меха шубы с узором леопардовым можно обнаружить вот просто в сумме есть шуба прада шуба пальто из овчины за 980 тысяч рублей если что на секундочку шуба двусторонняя двусторонняя кстати это очень классно потому что можно носить и наизнанку и наоборот очень классный совет я дал логичность двусторонняя можно носить ее двумя способами от бренда эдик ты тоже в сумме за двести восемьдесят шесть тысяч двести рублей и есть шуба от бренда flashin за каких-то скромных 95 тысяч рублей я сейчас просто сварюсь поэтому я пойду как шримс как креветки довариваться вас благодарю за внимание обязательно комментируйте подписывайтесь я реально сварился я сейчас сварюсь я пойду довариваться как вот эти креветки шримс где-то там у нас на бэкстейджи а вас хочу поблагодарить за внимание за то что смотрите за то что комментируете за то что продолжаете подписываться на мой контент делайте это обязательно ваше внимание мне очень нужно и без вашего внимания творить очень сложно с вами был я александр рогов это был любимый вами и мной формат топ-10 это была спящая уже практически красавица доцент кафедры моды ольга андреевна шура ну давайте тихонечко так покупаем да вот так да нормально оля вставай вещи пакуем по домам едем все чао какао всем всего хорошего оля вставайся